Здравствуйте. Административно-технический надзор Московской области. Так, и что надо? Нам необходимо узнать, есть у вас договор на вывоз мусора, либо нету? Ну, у нас на руках нету. Именно такой ответ чаще всего в подобных рейдах слышат сотрудники госадмитехнадзора, которые делают обход дворов. Все дело в том, что теперь нарушители закона известны поименно. Мероприятия по выявлению собственников домовладений по отсутствию заключения договоров на вывоз мусор у нас проводятся регулярно. Информация предоставляется нам, администрации сельского поселения, о тех собственниках, у которых нет договора на вывоз мусора. Большинство домов имеют совсем не бедный вид. Рядом припаркованы иномарки, тем не менее, на договоре с мусоровозящей компанией многие пытаются экономить. Каждый заявляет, что я самостоятельно вывожу. А куда ты вывозишь? Ну, вплоть до того, даже одна сказала, что она прописана в Воскресенске. А что, ты в Воскресенск, что ли, возишь свой мусор? Это же ты, говорю, мне не рассказывай сказки и глупости не говори. Староста деревни Мамонова Нина Ивановна Антипова неизменно участвует в обходе домов. За ее плечами 40 лет преподавания в школе, общественная работа. Находить с людьми общий язык она умеет, всех жителей знает поименно. Люди, которые не заключили договор или, а выставляют мусор, подставляют своим соседям, которые оплачивают этот мусор, и соседи, естественно, возмущаются. А когда соседи возмутились, значит, выкладывают мусор куда ни попадя. И у нас периодически образуются свалки на одном конце деревни, на другом конце деревни, на выезде вот туда вот к Дроздово. Надо отметить, что вывоз мусора со стихийной свалки оплачивается из средств поселения, то есть, опять же, из кармана добросовестных граждан. При вручении уведомления нарушителям инспектор терпеливо объясняет, как поступать дальше. Я вызываю в отдел ваш. А, в отдел ваш? Да. Адрес указан здесь. Если есть документы, если есть договор, чтобы не прижать, вот адрес электронной почты, на него можете сбросить. Не все хозяева оказываются дома. В таком случае порядок действий тот же. Инспектор составляет предписание и опускает его в почтовый ящик. Штраф за отсутствие договора на вывоз мусора – 5000 рублей. Но если и после этого договора не будет, разбираться с нерадивым хозяином будут уже судебные органы. Мы выдаем предписание об устранении допущенного правонарушения, указываем сроки в нем. Если предписание в срок не устраняется, то составляется протокол о невыполнении законного предписания, и материалы передаются в суд. Как показывает практика, подобные обходы домов весьма эффективны. Практически все граждане заключают договор на вывоз мусора и предпочитают не доводить дело до суда. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.